привет сколько сейчас времени 2 25 ночи с понедельника на вторник а что мы сейчас делаем не спим а записываем для вас ролик а все почему потому что я спешу поделиться с вами тем что было сегодня и своими мыслями на этот счет у нас наступил новый год я вас всех с ним поздравлял многие люди думают об этом уже писал в отчете в своем последнем текстом что и верят что новый год сам что-то принесет какие-то новые достижения даст вам какое-то волшебство независимо от ваших стараний а выйти по палец а палец не будете ударять и у вас будет все что не пожелаете новый год сказка волшебство так не бывает какое бы число на календаре не было вам предстоит и мне тоже самому проделать огромный объем работы от того 31 декабря на календаре 1 января или 13 июня никакой разницы нет к чему я это все говорю потому что я тоже сам далеко не безгрешный иногда я говорю что-то лишнее что потом не боком выходит вот в частности я говорил что все новый год будет все по-другому ни одного слива не будет коэффициент на тотал больше 0,5 сливов в году тысяча и вот в первый же день меня жизнь немножко опустилась небес на землю потому что чем отличается дисциплинированный человек от не дисциплинированным дисциплинированный если знает что что-то делать не нужно он себе скажет мы это делать не будем я не могу это сделать нельзя они дисциплинированный может сказать совершенно разок ну ладно из правил есть исключение ну только разок сделай больше не буду иногда одного раза бывает достаточно но еще русский авось такой есть все это вместе сочетается прекрасно сочетается и во мне тоже сегодня у меня было на счету около 3000 рублей с чего все началось с того что я понял что перемена мест в календаре автоматически не означает то что я буду отскакивать если буду продолжать совершать глупости я 98 рублей поставил на теннис вполне нормальная ставка на 2 0 по сетам что ли кажется скорее всего да потом как водится по старой злой традиции мне стало жалко этих 98 рублей и не дождавшись еще окончания матча что я сделал я видел что господин чикина то достаточно уверенно берет свою подачу а тут он еще 15-0 повел я думаю может кем его взять и по крупному думал думал а тут уже 30-100 так прикинул по-быстрому какой там будет плюс если я поставлю все все что осталось на 1 0 4 она нормально 98 перекрываем ну давайте лапе господи чё я буду там еще что-то убирать на этом же матче отыграюсь с 30-0 стало 30-40 один брейкпоинт он отыграл а второй потом нет я на ровном месте потерял 2700 рублей ну и сет потом не взял в итоге эрбер поэтому я потерял все это был первый слив в году а почему все произошло я уже говорил почему из-за отсутствия дисциплины я это не то что никогда или не то что единственный раз мог сделать а больше не делать это вообще не должен был делать он поплатился потом пошел еще 500 рублей залил которые у меня были наличными естественно первые ставки поставил это было уже агония на зверева на камбэк тут рассматривался только большой коэффициент но камбэка не получилось зверев был просто в хламину уничтожен гофином это был второй слив одной ставкой я решил на этот раз четко считать количество сливов даже если я залью 20 рублей и всей проиграю это тоже будет считаться слива ну так вот что было потом потом все таки возможно в какой-то мере новогоднее волшебство сыграло свою роль как иначе это все можно объяснить мне прислали 500 рублей человек которыми только-только отдал прислал мне их снова сначала я ей богу собирался стоять по чуть-чуть аккуратно по 15-20 рублей потихоньку расти взял 15 рублей на концерт 3 в настолке и шансы то были человек вел в два очка в пятой партии я думал сейчас сразу рублей 40 подниму нормально потихоньку буду расти но нет он проиграл я подумал господи это все очень долго опять 15 по 20 пошло оно все горе но все синим пламенем я сегодня до хреничь проиграл либо я сейчас все это вернул либо но не знаю что либо что либо я не думал об этом тогда первый вариант только меня интересовал и я что сделал начал сейчас уже более-менее нормальный теннис да не более-менее же сами что не что ни на есть нормальный я же много ставил на турниры в последней неделе где даже игроки сами за мячами ходят себе подают сейчас слава богу мы снова имеем дело с нормальными турнирами где есть судьи где есть балбой где трибуны состоят из большого количества сидений они два три зрителя стоят за забором и смотрят и и и я поставил сегодня на экспресс экспресс состоял из трех матчей по каждому из них расскажу кратко в первом играли вердаска и села до поставил я естественно на все вердаска и села вердаска проиграл первый сет 4-6 во втором 1-0 ввел с брейком на его подачи было что-то там по 30 я сделал его победу общую в матче тут же после этого он свою подачу отлил отлил еще они вообще играли там как девочки друг друга брейковая постоянно счет пришел показателем 2-4 во втором сете казалось что все это еще и следующую подачу вердаска свою еле взял а потом произошло невероятное со счет 2-4 вердаска взял 12 геймов подряд и выиграл второй сет 64 и третий сет 60 первый матч прошел далее было еще более стрёмно тим должен был выиграть у донского строго 20 по сетам конечно он сильнее но у донского хорошие подальше в принципе он тоже кое-что умеет один сет вполне мог зацепить 5-3 донской подавал на первый сет и не реализовал матчбол проиграл подачу затем при счете 5-4 не реализовал матчбол на подаче донского уже 5-5 а затем еще более страшное произошло на подаче уже тима следующий был счет 15-40 это был двойной скрытый сливбол но тим отыгрался затем на тайбрейке еще при счете 3-2 ему повезло судьи сказали что мяч попал в линию на самом деле там был аут и счет стал 4-2 далее 7-3 на тайбрейке во втором сете тим выиграл более уверенно хотя и парочку брейкпоинтов ему тоже пришлось отыгрывать 6-3 или 6-2 6-3 наверное ну а далее это все завершал еще более стремный поединок где флориан майер играл с с цицыпасом с греком стефансом цицыпасом молодой восходящей греческой звездой экспрессия составлял естественно быстро анализировал все буквально пару минут почему я выбрал именно цицыпаса потому что на этом турнире уже пару побед одержал обе со счетом 2-0 а посмотрел статистику выступления майера последний раз он играл в октябре то есть у него был длительный перерыв и кроме того все знают что он большой любитель играть на траве я подумал что здесь небольшое преимущество будет у цицыпаса в первом сете мой грек проиграл 46 хотя отыграл брейкпоинт отыграл брейк но потом опять привыклил свою подачу и вообще он играл хуже вплоть до середины второго сета казалось что шансов у него очень мало но затем все-таки начал немного потихоньку сдавать флориан майер в свежести не такой он уже был бодрый на моральный волевых на классе он боролся но в самом конце второго сета отдал подачу счет по сетам стало 1 1 но тут же под 0 брейкнул в начале третьего сета как вообще это случайно было два раза попал линию два раза накосячил грек и все вот он брейк слава богу очень быстро брейк был отыгран обратно и только-только в самом конце удалось уже сделать второй брейк цицыпасу таким образом мой экспресс прошел он стоил большого мне труда больших нервов в каждом матче они были таким образом коэффициент 5 и 7 сыграл я вернулся в 2 800 сейчас уже снова поднялся до 3000 вот такая получительная история все началось из-за чего из-за просто элементарной недисциплинированности я решил как я уже говорил вам чего повторяться ну ладно ну разок всего ну прокатит сейчас и больше не буду так ну вот одного раз бывает достаточно из-за такого одного раза я сливаю сколько раз сливал из-за 60 рублей 7000 и за 100 рублей 7000 из-за 4 долларов 7 70 долларов да что там говорить и 1 из-за вообще 13 центов слил пару тысяч долларов о чем тут можно вообще говорить стоит и жди жди следующей ставки отыгрывать на нормальном коэффициенте делов то господи все элементарно просто баланс прибавить совершенно не сложно нужно просто не совершать вот таких вот действий вот вы сейчас на все это посмотрели послушали и и надеюсь хоть кому-то это будет полезно но никогда никогда больше так не делайте я сам постараюсь так больше никогда не делать на этом с вами прощаюсь господа всего доброго